Всем здорова, я снова на проекте Смотра Рэйдж и наконец-то у нас обзор боевого пропуска. Я не делал его так долго, потому что Саня там уезжал по делам, до этого у них был отдых. Мне, короче, не хватило доната, я дурак, взял 100 тысяч доната, перевел в валюту. Так вот, короче, перевел я их в валюту для того, чтобы мне хватило на тюнинг тачек, которые, типа, видосы все у меня уже есть на канале, мне осталось только буханку, короче, продать. Ну, слить ее в госы, деньги эти в казик проебать. Вот, и мне только сейчас довы давали донат, для того, чтобы я покрутил кисики и дошел до 50-го левела, левелов 80 в боевом пропуске. Короче, самое первое, что хотел бы сказать, мысль, которую вы должны держать у себя в голове, это то, что разрабы, я не знаю, что сказать, как, как, как это сказать. Короче, они любят ходить в батл пассе почему-то из крайности в крайность. То есть, если вы купили батл пасс, и у вас есть очень много времени для того, чтобы его фармить, вам интересно этим заниматься, то вы получите, ну, и если у вас там есть, например, ENB, вы можете позволить себе на ночь вот так вот поставить ограничения на 3 фпс, и все, у вас компьютер абсолютно не грузится, вы стоите в АПК, и как бы всех все устраивает, вы фармите там и спин, и опыт для открытия кейсиков, то вы получите все, что хотите только в этом мире, ладно, в этом батл пассе, если сможете пройти до 50-го левела, но если у вас нет времени, вы не можете позволить себе несколько часов там в день, в несколько дней проводить на сервере, то этот батл пасс вас вообще ни к чему не приведет. То есть, тут опять говорю, просто две крайности, либо вы получаете все, либо вы получаете абсолютно нихуя. И сейчас я все это объясню, скажу вообще, есть ли смысл покупать, ну, ладно, я не буду говорить, есть ли смысл покупать вам батл пасс или нет, просто покажу, что я думаю по этому поводу, расскажу, а вы уже сами, разумеется, для себя решите. А по поводу заданий, вот в данный момент, например, задания у нас вот такие, заработать водителем автобуса лям в 100, но это очень много, это уже 51-й левел, досюда вам уже, скорее всего, нет смысла доходить, нужно дойти до 50-го левела, чтобы крутить вот этот вот кейсик. Ну, например, просто вот такие тут задания, вот такие задания где-то там на первых левелах, но там типа, как всегда, вот эти лайтовые задания, типа там 50 тысяч на курьерке, 50 тысяч на автобуснике, 50 тысяч там на виновозке, на такси, ну, типа с 1 по 10 левел, с 10 по 20 там увеличивается сложность рабочих вот этих заданий в 2 раза, но там все равно всего лишь 1 раз нужно сменить прическу, 1 раз перевесить номер, 1 раз изменить внешность, даже, кстати, на 50 левеле вам тоже 1 раз нужно сменить внешность, но самое сложное, как вы понимаете, это работа, охота, лут, вот, они увеличиваются постепенно, ну, типа на 10 левеле сновятся, сложнее на 20 левеле сложнее, а вот с 30 левела идет уже очень сильное увеличение сложности, я сейчас вам, разумеется, тоже, скорее всего, это показываю, там я уже не помню, я просто скипал все, нажимал альтэв 10, мне как бы похуй было, но там, по-моему, типа 500 тысяч потом уже на курьерке заработать, а сейчас, как вы видите, уже, ну, я показывал только что, там уже лям 100 нужно заработать, то есть вот в чем проблема, в прошлый раз на 30 левеле БП, ну, на прошлом Батл Пассе, вы на 30 левеле уже получали себе либо мотоцикл, либо тачку, и кейс могли открыть, по-моему, тоже с 30 левела, поэтому вам просто нужно было в прошлом боевом пропуске дойти до 30 левела, это было сделать пиздец, как легко, много кто проходил, я тоже начинал его проходить, я что-то там 9 левелов прошел за день, точнее, даже не за день, а за несколько часов, я снимал, по-моему, про это видос, у меня там просто было накоплено сколько-то левелов, и я решил посмотреть, сколько левелов я смогу пройти за день, в итоге, блять, да там хоть 15 левелов, реально пройди за день, за один, если там просто с утра до вечера находиться на сервере, там какой-нибудь сериал, фильм открыл или еще что-то, вот, здесь так не получится, потому что здесь вы на 30 левеле получите вот такой вот светящийся скин на Глок или на Дигл, я не помню, короче, на что-то из этого вы получите светящийся скин, только на 40 левеле вы получите буханку себе или имбалансный Лексус, и только на 50 левеле вы сможете начать открывать кейсик, вот так вот выглядят скины, скины, кстати, реально прикольные вообще, я особенно ночью сегодня посмотрел, как они выглядят, мне понравились, на 50 левеле дали скин на коллаж, угу, спасибо, отличный скин, вот, что за баг, это что нужно сделать, чтобы он отбагался, я не помню, так, сейчас, гетеровцы уедут, а то они меня сразу убьют, как только увидят у меня калаш в руках, во, прикольные скинчики, при том, что у меня сейчас, кстати, минималки стоят, у меня даже ЕНБ не включено, но ночью это прям вообще имбалансно выглядит, где-то на 60-м, наверное, левели дадут на М-ку, потом на АВП, не знаю, может там еще что-то, а, ну да, на 80-м вам же уже просто тачки дадут, один из трех автомобилей, про который тоже обзорчики, типа у меня на канале есть, поэтому да, тут проблема, либо вы проходите этот батл пасс до 50-го левела, либо вы вообще даже не притрагиваетесь к нему нахуй, а если вы поймете то, что вам до 50-го левела было комфортно проходить этот боевой пропуск, то можете проходить уже и до 80-го, потому что там нихуя себе, три тачки с максималкой 420, и все они, ну, более-менее прикольные, там уже в зависимости от того, какая вам тачка по внешке больше нравится, вам там может повезти, не повезти, но хендлинг у них в принципе, ну такой прям приятный, комфортный, что-то еще сказать хотел, а, по поводу шмота, еще один плюс, смотрите, с одной стороны это огромный плюс, то, что шмотки теперь самые крутые с 50-го левела, это плюс для тех людей, кто и так собирался проходить боевой пропуск, но минус для тех, кто хотел пройти его до 30-го левела, короче, суть в том, что сейчас, поскольку очень мало людей дойдет до 50-го левела боевого пропуска, очень мало будет скинов, а вы посмотрите, сколько нахуй тут скинов, тут только рюкзаков 100 штук, только 100 рюкзаков, вы понимаете, сотка, блядь, рюкзаков, сумок, это же просто охуеть, там 104 или 102, то есть это прям нужно постараться, чтобы их все собрать, а сколько они будут стоить, то есть вот эти шмотки, я к чему, они реально эксклюзив, шарфик, кстати, я бы себе хотел, наверное, для него, кстати, слот отдельный, это даже не маска, по-моему, то есть шарф еще можно с маской комбинировать, шарфик имба, вот это вот кофта меховая, которая, кстати, на персонажа, тут они тоже есть, сумок очень много, кроссовок очень много, да, меховые штани, ёптвою мать, бля, прикольно, вот это вообще имба, и тут еще должна быть такая же кофта, а, так мы же сегодня покрутим кейсики-то, рано или поздно, короче, суть в чем, вот эти, вот эти шмотки, они будут ультра эксклюзивные, ультра редкие, и будут стоить очень дорого, то есть те люди, которые проходят до 50-го, там, до 80-го левела, они залутают все бабки мира сейчас на сервере, а особенно перекупы, ух ты, бля, просто перепокупаешь, и становишься ебаным миллионером, давайте что-нибудь, короче, повыкидываем, потому что, мне сейчас нужно будет собирать эти шмотки, главное, чтобы никто их не залутал, вот эти вот скины, так, я, короче, куда-нибудь подальше отъеду, чтобы это все выкинуть, это просто мой основной аккаунт, если вдруг кто не знает, и мне, типа, я вообще абсолютно ничего из этого не оставлю, ни деньги, ни донат, я донат весь до нуля в этом же видосе проебу, а все шмотки я выкину, скины все я выкину, главное, чтобы, короче, приехать на какое-то место, где точно никто это все не сможет залутать, потому что, если я сейчас все выкину, все эти шмотки, и кто-то подойдет их залутает, это будет пиздец, о, я придумал, залечу на какую-нибудь, а у меня, сука, мотоцикла нет, чтобы залететь на крышу, я же все продал, ууу, сука, так, ну-ка, мистер лотус, разгони-ка меня так, чтобы я, ну, сука, а, ну, я просто, короче, туда забегу на крышу, ладно, давайте смотреть, есть ли смысл открывать кейс первого левела, конечно же, блять, нет, это и так ясно, понятно, то, что тут одно говно падает, какие-то тапки, казалось бы, кому нужны тапки, насколько знаю, я одного человека на сервере, который бы с удовольствием ходил с этими тапками, также тут много оружия, ладно, кейс первого левела, понятно, то, что открывать нет смысла, кейс второго левела, есть ли смысл открывать, тут у нас 30 сумок, 20, но это я так на отъебись сказал, наверное, может даже больше, насколько они слотов, интересно, сейчас узнаем, ага, не узнаем, у меня места нет, о, вот это, кстати, прикольно выглядит, ну, по цветовой гамме, так-то все прикольно, ну, не, этот кейс, ну, тут что-то есть, сука, что-то есть, но, что-то, короче, оно такое, вообще себе, очки неоновые, вроде прикольно, но, а есть ли они в кейсе третьего левела, что-то я не обратил внимания, а, нет, смотрите, прикиньте, у нас шмотки-то не повторяются, чего, подождите, а сумки, а, ёп твою мать, нихуя себе, это получается, в БП еще больше рюкзаков, вы смотрите, сколько тут рюкзаков, а это еще не все, там, в кейс, который второго левела, там, оказывается, шмотки не повторяются, нихуя бы шматья в кейсики понадобавляли, а если тут что-то, ну, ладно, из этого мне, слава богу, ничего не нравится, а хотя, слава богу, блять, я-то не смогу БП пройти, потому что у меня основной сервер, это теперь тестовый сервер, пу-пу-пу, а вот ради сумочек, ну, слушайте, интересно, интересно выглядит, это удивительно, то, что столько всего, добавили в боевой пропуск, даже шмотки не повторяются, мы сейчас будем смотреть на качество шмоток, и на количество, мест в рюкзаках, в сумках, ну, сколько мне выпадет, у меня там есть сколько-то, что я могу сам покрутить, также, тысяч, там, 30, наверное, у меня доната осталось на кейсики, короче, кейсиков 40 я смогу только открыть, и буду забирать только самое интересное, вот, штаны сразу, если посмотреть, надеть их, то можно сразу понять, хорошее качество у всех шмоток в БП или нет, ну, у всех этих штанов, потому что иногда бывает прям вообще кринж, во, ладно, давайте позабираем, кроссовки даже можно не забирать, кроссовки всегда идеального качества, я не знаю, тот человек, который делает кроссовки, но он, ну, просто всегда все супер идеально делает, ну, да, у меня в рюкзаке места нет, придется буханку спавнить, главное ее не продать с моими шмотками потом, пу, 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 так, чекаем рюкзак, мм, мм, неплохо слушайте рюкзак, в котором ноль слотов, еще и выглядит уебски, коллизия прям видно то, что, ну, разрабы очень сильно постарались, над коллизией, оно прям очень хорошо прилегает, блять, к персонажу, может это под какой-нибудь сетик подойдет, короче, ладно, с этим все понятно, штаны, о, норм качество, слушайте, оно прям хорошо выглядит, если не присматриваться, то есть бывает прям вообще очень плохое качество, принта, там вот эти вот разводов очень много, но эти разводы их только вблизи видно, то есть качество в принципе норм, ну, правда, сами штаны уебски, но качество норм, хорошо, хотя бы так, а, это все-таки маска, это не головной убор, а, это маска, подождите, а я читал чейнджлог, видимо, я долбоеб, я видимо неправильно прочитал чейнджлог, о, сука, ладно, пошлите дальше крутить, во, куртка, у нее еще плюс-минус сплошной цвет, тоже надо будет посмотреть на качество, так, ну, с коллизией у нас опять жесткие проблемы, вот, теперь с коллизией проблем нет, ну, теперь у нас, ну, она слишком, короче, объемная какая-то, не знаю, не, ну, качество нормальное, так, она солнце, солнце зимой, ну, о, слушай, а на солнце, это прям вообще нормальное качество, ладно, короче, ENB воткну и ультра воткну, посмотрим, влияет вообще ENB, хай вся эта хуйня на качество шмота, о, влияет, слушайте, нихуя, тени приятные добавляются, так, это прям уже, ладно, курточка нормальная, курточка качества, прям вообще имбалансного, я бы даже сказал, ненормального, отражение, тени, это, наверное, вообще самая лучшая шмотка из всех, которые я вообще в GTA 5, в принципе, видел, идем дальше крутить, а че, можно, мне бы рюкзачки, о, спасибо, а этот шмот я потом куда-нибудь в воду выкину, чтоб точно его никто не залутал, но это уже не такая выразительная, конечно, но белый серый цвет выглядит хорошо, черный выглядит без разводов, и принт тоже в хорошем качестве, так, ладно, этот батл пасс, эти шмотки, ну, вот здесь вот у нас уже как-то плохо выглядят, уже какие-то есть, короче, артефакты, тени, вот эта вот вся хуйня, она так себе, но все равно норм, но первая куртка, конечно, ультра прям имбаба была, рюкзак, я забагался или че, почему этот рюкзак тоже не дает слотов, мой основной-то рюкзак дает слоты, а эта хуйня не дает слоты, че-то я, короче, пока что ничего не понял, я все равно надеваю эти рюкзаки, нагрудка, рюкзак, и слоты-то, блядь, не добавляются, ладно, разузнаю чуть попозже, что это происходит, пока пойду дальше открывать кейсики, о, меховая шуба, я уже вижу то, что на ней артефактов дохуя, вот эти вот разводы бензиновые, как будто на черном цвете, даже на фотке, значит в жизни это будет еще хуже, так, начали сыпаться рюкзаки, одни и те же, кстати, вообще абсолютно, ну по форме, только раскраски разные, штаны, кстати, выпали, которые я хотел проверить, только выпали черные, черные не очень интересно, вот эти, кстати, я, наверное, заберу, чекну даже качество, о, мишка, хуишка, вот сейчас, короче, пошлите зачекаем, что она выпадала, нет свободных мест в инвентаре, я понял, мишка у нас тоже без слотов, с коллизией у нас опять проблемы, но, поскольку тут нет физики и тканей, в GTA 5, то, наверное, это рассчитано под куртки, то, что если на вас будет куртка, то это будет выглядеть норм, в принципе, так и есть, а, это моя шмотка с прошлого ВВП, еще думаю, что-то не то, о, вот эти штаны, кстати, хорошие по качеству, нет, нормально все, ху, слушайте, не, ну видно, да, то, что разводы есть, но, по сути, мех издалека выглядит нормально, хорошо, ладно, идем, заберем что-нибудь еще, шубу заберем, рюкзаки нет смысла забирать, уги меховые, ну, блять, конечно, ладно, выглядит мило, ладно, ничего не буду говорить, и качество тоже выглядит достаточно хорошо, так, давайте тогда к шубе еще и штаны напялим, во, полностью меховой сет, правда, сетом это не назвать, да, шуба, прям видно то, что достаточно уебская, слишком много на ней вот этих вот разводов, косяков, на штанах даже уже, кстати, и незаметно, петь, конечно меховушка ходячая, ну, точно такие же уги выпали, ну, такое себе, о, вот, кстати, я уже опять вижу, да, то, что качество пизда как будто, ну, да, она видно то, что должна была быть черная, но почему-то она вся розовая, и нет, не проблема ENB, графических модов, или, ну, графических модов, у меня стоковая графика, блять, у меня кванта нет, это сток, и ENB, кстати, хотя бы хоть немного сглаживает, эту вот хуйню всю, это уж такое себе, ладно, сейчас, короче, по поводу кроссовок, как я и говорил, у них всегда идеальное качество, даже в упор у них очень хорошее качество, а что уж говорить про то, когда вы вот с такого расстояния на них смотрите, тут-то понятно то, что вообще никаких претензий быть не может, и, ну, это, конечно, уебско пиздец выглядит, не знаю, мне такое вообще не нравится, и вот такие вот еще есть, ну, понятно то, что опять издалека очень хорошо выглядит, в упор, кстати, тоже очень хорошо выглядит, прям почти идеально, я бы сказал, прям, триплая нинька, даже если приглядываться, не, кросса имба, всегда, так вот, по поводу рюкзаков, по поводу того, что в них не было слотов, это был баг, я Саня написал, он сказал пофиксит, и вот, как только он пофиксил, я вам снимаю видос, и показываю, как эти рюкзаки выглядят, и сколько в них слотов, на самом деле, рюкзаков нападало очень много, у меня там было 30 тысяч доната, плюс я сам 15 кейсиков крутанул, и не знаю, ну вот, вы сейчас видите, сколько у меня рюкзаков, их нападало просто до пизды, я уже все имущество абсолютно выкинул, все деньги, которые мне выдавали на тюнинг тачек, я уже убрал в казик, я их просто солью все под ноль, весь донат до последней копейки, до последнего рубля, я тоже вывел в наличку, и убрал в казик, и наконец-то, короче, я избавился от всех этих тачек, от буханки, от батл пасса, и теперь, наконец-то, снова могу распоряжаться своим имуществом, потому что, как вы помните, я рассказывал, я даже зикер продать не смог чуваку, потому что мне там выдали 5 тачек, а дом свой шести гаражный я продал, как раз ради лотуса, поэтому все, короче, все я выкинул, и теперь распродаю все имущество, и не знаю, сейчас вам, наверное, просто вставлю скрины, тот скрин, который я скинул в дискорд, поэтому если кому-то нужно какое-то имущество, я распродаю абсолютно все имущество, даже дом, даже дом на одно гаражное место, которое находится у меня в супер имбалансном месте, его я тоже продаю, но его я продам, когда, на продаю там оружие, чертежи, вот этой вот всей хуйни, потому что у меня там стоит два шкафа, хотя так-то можно Ниву купить, и в Ниву все скидать, если я лотус, например, продам, и фуру, номера, кстати, тоже продаю, и вот эту вот симку, даже с номером 54321, тоже продаю, поэтому, короче, все, всех люблю, всем спасибо, тоже смотрели этот видос, и всем пока, в commentе, оamedка, Продолжение следует...